Дебютный сезон Арсенала в Премьер Лиге уже стал историей. Но давайте еще раз вспомним, как это было. В очередной раз окунемся в отворот эмоций и снова испытаем гордость за Тулу и за команду Дмитрия Оленичева. Пусть канониров не удалось сохранить место под солнцем. Итак, 2 августа 2014 года. Первый матч в элите. Соперник – будущий чемпион России «Зенит», едва ли не полсостава которого – участники только завершившегося Мундиали в Бразилии. Арсенал пропустил 4 мяча, но это не испортило праздника футбола в городе оружейников. Заполненный стадион, доброжелательная атмосфера на трибунах – все это приятно удивило журналистов центральных СМИ. Красно-желтая торсида – 12-й игрок Арсенала. Стартовый отрезок чемпионата был суров к новичку. Фаворит один за другим экзаменовали Турюков. Первый очко добыто в третьем туре – с Рубином. Первый гол в следующем туре. Для его автора, защитника ветерана Ивана Ершова, это стало сюрпризом. Фортуна словно отвернулась от канониров. Переиграв Кубани-Мордовию, арсенальцы вновь испытали горечь поражения. И вот, когда уже мало кто верил в парня Леничева, арсенал удивил всю Россию. 29 октября красно-желтые одержали волевую победу в матче 1-8 финала Кубка страны на поле Зенита. 3-2. Точно удары Игоря Калешина и Дмитрия Смирнова позволили отыграться со счета 0-2. А победным стал гол Артура Малаяна в дополнительное время. Окреленный этим успехом, канониров в тяжелейшей борьбе взяли верх над торпедо. А вскоре пришла и первая победа на своем поле. Со счетом 4-0 был разгромлен Амкар. Удар с затылком Евгения Осипова по праву вошел в хит-парад лучших голов чемпионата. Несмотря на плохой старт, арсенал не выглядел явным аутсайдером. И красивый, а главное победный удар Младена Кашчелана в последнем матче 2014 года в Ростове-на-Дону сохранил нам надежду. Весна 2015-го тоже была трудной. Кубковая фиеста завершилась в матче с Оренбургским газовиком. На тяжелом поле гости из ФНЛ были удачливы в дополнительные полчаса. Арсенал в третий раз в истории остановился на рубеже четверть финала. Ян Муха. Новичок канонировал своей игрой, а проверк утверждение, что один в поле не воин. Блестящая игра словацкого вратаря помогла арсенальцам одержать несколько важных побед в марте и апреле. А Дмитрий Смирнов не иначе, как волшебник. Решающие голы полузащитника на последних минутах ворота Спартака и Амкара – украшение напряженных матчей, в которых на победу работала вся команда. Что было дальше, мы знаем. Арсенал достойно выглядел в Санкт-Петербурге, бодро начал как будто домашнюю встречу с Краснодаром в Черкизове, но, как и в последующих турах, не хватило сил. Молчали форварды, упаскавшие одну возможность за другой. И с каждым матчем таяли надежда на сохранение места в Премьер-лиге. Предпоследний тур. Матч в Химках с Динамо, как последний бой. Арсенал сыграл достойно сильным соперником. Атаковал, стремился к победе. Она была очень близка. Увы, в большинстве тулики не смогли удержать победный счет. 2-2. После этого оставались лишь теоретические шансы на спасение. Арсенал проиграл, но не сдался. А мы говорим спасибо команде Дмитрия Ленчева за этот ни с чем не сравнимый сезон. За праздник большого футбола, который подарил Тули Арсенал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова